Этот сверток с георгиевской ленточкой проделал путь почти в 4000 километров до родины в Шалаболихинском районе. Внутри земля из Смоленской области, где вместе с другими фронтовиками в октябре 1941 погиб Николай Федорович Агалков. К сожалению, фотографии и другие сведения о нем сгорели во время пожара в доме. Ничего не может вспомнить и родная дочь, которой было два года, когда отца призвали в первое лето войны. А кто мне что расскажет? Ну как ушел, и все, больше с армитишками осталось. Никуда. И по 82 года работала. И она такая легкая. Останки Николая Федоровича Агалкова нашло поисковое объединение «Связь времен» во время экспедиционной вахты в Сычевский район Смоленской области. Здесь в октябре 1941 проходила битва в Дудкиной роще. Там 119-я стрелковая дивизия с помощью дотов, противотанковых рвов, минных полей и глубоких блиндажей охраняла подступы к Ржеву. Однако вскоре после приказа пришлось отступить. По предположениям экспертов, с 8 по 12 число на рубеже примерно в 4 километра полегло около 1200 немцев и 600 советских солдат. Девочки нашли в ходе переборки металлический медальон раннего образца. Так как он железный, то герметичности в нем нету совсем, он прогнил. Но бумажка внутри с большой долей вероятности сохранилась. «Когда начали уже разрушать саму металлическую капсулу, под ней оказалась бумага. То есть, как и предполагалось. Но она привела их в такой своеобразный шок, потому что непонятно, что это было. И когда начали уже разбираться, оказалось, что Николай Федорович завернул свой медальон в газету. То, что и спасло как раз эту бумагу, почему мы смогли потом уже ее прочитать». А вот с костями так не получилось. Несмотря на найденные останки, их невозможно было отделить от частей других бойцов. Поэтому их захоронят на Смоленской земле, частичка которой теперь лежит на кладбище села Шлаболиха, рядом с женой Николая Федоровича, Ариной. «Не знаю, шоковое какое-то состояние, что столько времени узнавал, ничего в военкомате никто не говорил, где, как он пропал, без вести». Всего из Шлаболихинского района в годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось свыше пяти тысяч человек. Почти половина не вернулась. Притом три солдата удостоились одной из высших наград – звания Героя Советского Союза. Один из них посмертно. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.